здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем подготавливать копчению вот такую вот щуку длина и 90 сколько по весу карам 6 7 я не взвешивал сейчас мы ее разделаем и приступим засолки рыба выморожена она мне вымораживалась где-то около двух недель морозильнике при температуре минус 25 градусов сейчас мы удалим голову голову удалим она как бы нам и понадобится ее на уху используем аккуратненько то не на жабрах зубки это удаляем вот такая голова и начинаем разделать по спине да перед тем как раз делать надо вот эту слизь на ней слизи очень много надо ее ножом чистить убрать слизи не должно быть никакой сейчас мы по спине по хребту не при не прорезая ребер другой ножичек аккуратненько вдоль хребца вдоль плавничков проводим вместе с хребтом я буду удалять ребра прямо по ребрам идем не прорезая их и удаляем рыбка будет без ребер аккуратно все не торопясь рыбка с икрой икру мы засолим потом попозже вот раскрыли одну половинку приступаем ко второй также вдоль скрипта прорезаем хребет тоже на уху на заливное использовать и точно так же отворачиваем и вдоль ребер прорезаем все это не прорезая ребер вообще можно разделать кому как удобно главное чтобы было безопасно и раскрываем ее полностью хребет хвостик удаляем так же вот он хребет остался его промыть все это вымыть все хорошенько и использовать как я сказал на уху можно просто пожарить суп сварить это мы все промоем и уберем пока в морозилку так ну с этого рахманку мы не будем делать пузырь там кишка с нее еще тоже жарят ее именно с крупной щуки делать блюдо рахманка так называемое вот икорка икру мы будем солить попозже считай почти килограмм икры так ну и кишки конечно все это удаляем вот это вот кишки промывают ее хорошенько вот эти все кишки и жарят печень вот смотрите какая рыбка не больная по печени не видно но все равно лучше вымораживать все сейчас мы это все промоем причем вот этих красных вот этих не было вот прям надо хорошенько ее промыть прям идеально и продолжим готовить дальше ну все друзья промыли ее салфетками сушим бумажными какие есть вот салфетки прям от лишней влаги все это высушиваем хорошенько она нам уже не нужна лишняя влага все остались только филешки с минимум костей теперь берем ножик и по спинке делаем надрез буквально расстояние под углом где то ну чем больше угол тем лучше расстояние между надрезами сантиметров 5-6 так же поступаем со второй стороны шкуру не прорезаем вот такая вот получается щучка сейчас перекладываем ее в посолочную тару и приготовим посолочную смесь для посолочной смеси нам надо будет соль крупная крупного помола там сколько у меня килограмма? 3 где-то 4 столовые ложки соли крупной так же берем столовую ложку сахара сюда же хватит нет 4 будет мало 5 5 ложек это где-то 5 ложек по 30 грамм 150 грамм и чуть-чуть буквально четверть треть столовой ложки куркумы все это размешиваем хорошенько до однородной так сказать посолочной смеси вот такая-то она желтенькая получается все все это посолочную смесь надо сейчас распределить на все щуки и мы прям засыпаем не стесняемся все равномерно по всей щуке всю эту смесь потом растираем ее между вот этими складочками что мы прорези сделали все распределяем маленько не влазит все посолок распределили всю посолочную смесь по всей рыбке чтобы ни одного проплечиной чтобы не было не оставалось вообще чтобы она была вся покрыта солью вот этой посолочной смесью отправляем в холодильник на 8 часов прохладное место холодильник подвал лоджия балкон где именно прохладно температура хотя бы чтобы была не более плюс 10 отправляем на просолку на 8 часов прошло 8 часов вот смотрите прям видно что мясо созревшее просоленное вот сейчас надо его вот так пораскрывать чтобы она не была слипшейся и вот так вот мы повесим его в ялице ну чтобы эти вот так сказать прорезы все были видны ну и все отправляем сейчас в ялку а потом покоптим вот эту вот красоту здесь соли уже поверхностно нету ничего нету она вся уже растворилась сахар растворился здесь можно сказать ничего убирать не надо все ну вот тут есть маленькая соли ничего страшного это вот красота щучки поехали вялить и коптить ну все повесили щучку в швс вот так вот она будет вялиться у меня температура вялки будет 22-25 градусов 3 часа вялиться час отдыхать и 3 часа вялиться час отдыхать дальше мы ее покоптим влажность желательно при вялке чтобы была не более 50% влажность в помещении окружающая среда можно там максимум 60 если будет больше то будете долго долго вялить и за 6 часов она у вас не завялиться все закрываем включаем вялку сушка все нагревы включать не буду здесь достаточно температуры в помещении при сушке вялки сушка все прошло время как мы повесили щуку вялиться все она подвяленная блестит журок блестит вот такая вот она красивая сейчас мы перевесим коптильню от компании макс москит и будем коптить холодным копчением там камбалу тоже будем сейчас коптить ну а там уже висит пол полочки уже копченый все щуку в коптильне отправляем здесь балавня висит проверяем все расстояния так же проверяем работу статики я уже много раз показывал как еще проверить все вот так вот сейчас включаем нагрев зольника дровишки коптить буду на ольхе сто процентов ольха дым пошел включили холодное копчение нажали кнопочку температура копчения будет составлять в среднем 25 градусов но не более ну и соответственно вот он вытяжка бытовая обыкновенная все закрываем и приступаем к копчению видно дымок пошел включаем холодное копчение дымок сейчас исчезнет копчение началось коптить буду в течении часа ну вот так вот коптильня работает уже более полутора лет без нареканий коптить свои функции выполняет я в ней же перекоптил не одну тонну рыбы мяса 4-15 минут чтобы днем вышел ну и соответственно пускай еще статика маленько поработает минут через 5 где-то 7 я выключу и статику холодное копчение и все и будем доставать щуку статика выключена я минут 5 назад выключил выключил уже открывает дым уже максимум вышел вот чуть-чуть дым еще идет вот она щучка красавица вот такая вот она получилась сейчас мы ее буквально ну часик где-то обдуем около часика и все и повесим просто ее отвешиваться в прохладном месте ну и камбала конечно здесь тоже закоптилось открывает камбала копченая желтенькая отсвечивать не видно ну здесь тоже все желтенькое все закоптилось прокоптилось все вот щука отлежалась отвиселась все она подвяленная копченая и очень вкусная и ароматная так наверное сейчас мы вот это отрежем обязательно попробуем все это дело пока в сторону вот такая вот она внутри здесь брюшки жирок ну и нарезаем тоненько вот вот оно мяско все прокоптилось все просолилось очень вкусно ароматная слабосоленая щука здесь вот у него косточки вот эти вот которые идут в хребте когда тоненько нарезаете эти косточки уже не чувствуются вот здесь тоненько нарезать как я нарезал эти косточки нету всем приятного аппетита и до скорых встреч вот тут верхнюю отрезали так развернули и все вот так вот пошли нарезать так сказать можно сказать закос под элитную рыбку вкуснятина до скорых встреч до скорых встреч